Коллеги, добрый день. У нас сегодня с вами вопрос по поводу выдачи решения строительства пристройка в существующей школе, 548-й, в Ленинском районе, поселок, отхода, отделения. Значит, у нас есть вопрос о санитарно-защитной зоне. Да, у нас на чертеже градостроительного плана отображена граница, результирующей санитарно-защитной зоны предприятия. Получено письмо от администрации, в котором дается обоснование, откуда она взялась. Это три объекта. Склад, цех и пасека. Соответственно, получено письмо от Роспотребнадзора Московской области, в котором говорится, что у нас в силу САНПИНА не расчетные, а ориентировочные САЗЗ продолжают действовать до 1 января 2022 года. И имеется в распоряжении о сносе двух объектов из трех. То есть на сегодняшний день у нас пасека и склад демонтированы и снесены, остается только цех. Вот на сегодняшний день у нас сложилась такая ситуация. То есть информации об отсутствии САЗЗ на земельном участке нету, а объекты образования, соответственно, с КИНом, не допускаются размещать границы с санитарно-защитной зоны. Можно пояснить? Конечно. Ну тогда, если вы возьмете письмо Роспотребнадзора, то вы просите его целиком. Оно на трех страницах подписано, но заместителем указателя Дроздом. Там написано, что согласно пункту 25 правил САЗЗ, ограничение использования земельных участков, расположенных в ее границах, считается установленным со дня внесения сведений о такой зоне в ЕГРН. Также там есть фраза о том, что информация о внесенных ЕГРЛ в САЗЗ, а также участках, попадающих в установленную зону в САЗЗ, отображается в публичной кадастровой карте. Ни в публичной кадастровой карте, ни в ЕГРН, такой зоны нет. Мы вам представили документ. Это называется выписка из кадастровой карты, что никакого стройцеха там уже давным-давно нет, а там перепрофилированное помещение, где детский досуговый центр. И это подтверждено кадастровым учетом. Выписка из кадастровой карты закончилась еще в 2012 году. Это пристрой к школе. Разрешение на само строительство школы, на весь земельный участок, давало сначала глава администрации сельского поселения, а потом подтверждал министерство строительства, тогда не было разделения на жилстрой и другой строй, значит, министерство правительства Московской области. Значит, в 2017 году школа была запущена, никаких санитарно-защитных зон там уже давным-давно не существовало. Это подтверждено в том числе тем, что школу принял стройнадзор, Роспотребнадзор и все остальное. Мы говорим о пристройке к действующей школе, никаких санитарно-защитных зон, как вы только что сказали, значит, ни пасеки, ни вот этого объекта, как он там, складской комплекс, никакого стройцеха там уже давным-давно нет. Вы просто берете, открываете публичную кадастровую карту, смотрите и видите, что там, скажем так, совершенно, там нет объекта ни одного. Тем более, что если читать то, что написал Роспотребнадзор и администрация района, они в этом тоже убедились. Там охранные зоны не существуют, не установлены. И поэтому, на мой взгляд, на наш взгляд, скажем так, отказ необоснован. Ну, понятно. Я прошу обратить внимание, что школа первоначально строилась по старому ДТРУ, в котором свидетельствия о санитарно-защитных зонах обрежены не были. Тот ДТРУ, который будет доставлять сейчас, это не история, но, к сожалению, такая информация содержится. Поэтому мы специально сегодня пригласили коллектов Роспотребнадзора, поскольку это письмо их и последний абзац, который говорит о том, что она все-таки действует и будет определена с какого-то указания в этой письме. Поэтому давайте трактовать не будем мы с вами, а дадим коллегам, в общем-то, высказаться, высказать свое умение профессионалам. Ну, то, что говорил представитель совхоза о том, что установленная зона обрежена, это действительно, это есть установленная зона, она должна быть обрежена. Но кроме установленных зон, в законодательстве предусмотрены ориентировочные зоны. Их никто не отменил. Но для того, чтобы говорить, кто нанес эту зону, надо говорить о том, что есть решение об установлении зоны. Либо эта ориентировочная зона не уничтожена. Можете спрашивать администрации, откуда у них сведения об этой зоне, в которой они уничтожены. Можно я процитирую письмо? Вторая страница, средний абзац, написано следующее. В реестре выданных управлением решений об установлении СССР решений об установлении санитарно-защитной зоны для каких-либо объектов СССР не числится. То есть это только установленные нету. А вот про ориентировочную нам ничего не известно. Тем более, еще раз, все объекты, которые могли быть нанесены санитарно-защитной зоны, они уже давно не числятся. У нас есть решение о разрешении нам сноса в 2013 году, в 2014 году. И есть решение о стройцахах, что стройцах они существуют с 2012 года. Там, извините, зона прудов. Это, скажем так, зона отдыха. Где стоит объект, в одном находится, и даже есть лицензия, полученная на детский досуг. То есть в стройцах они существуют уже 10 лет. И вдруг откуда-то берется, непонятно, ее не было никогда. Тут она появилась. Ориентировочная, судя по всему, какая-то зона. Ну, о чем мы говорим? Ну, тогда это просто издержки и неправильная информация, которая внесена в ГПЗУ. Кто это сделал, кто туда указал эти ориентировочные зоны, тех объектов, которые уже не существуют. Вот оттуда надо, наверное, и искать выход в эту ситуацию. Районная администрация отказывается. Районная администрация говорит, но поскольку сельского поселения уже нет, что мы никаких зон не устанавливали. Мы пытаемся найти того, кто это сделал, найти мы не можем. Ну, вы-то не устанавливали, мы не обращались, район не устанавливал, кто тогда это сделал. Тем более, ориентировочные зоны, в любом случае, они должны быть каким-то образом... Мы об этом узнали, извините меня, из ответа Минджилс соцполитики. Мы даже думать не думали, какие там могут быть зоны. Тем более, еще раз говорю, если бы зоны хоть какие-то были, надо прекратить действия образовательного учреждения. У него лицензия. Это же пристройка школы, а не школу мы строим. Поэтому надо вносить коррективы в ГПЗУ, убирать, потому что его нет на самом деле. Ну, слушайте, но это не наш вопрос, к сожалению. Мы не можем внести коррективы в ГПЗУ. Да, а вот, просто, слушайте, это уже запредельно. Мы не болен клуб, мы школу строить собираемся, пристройку в школе. У них перенаселение, понимаете, они берут по 4 первых класса, по 5, по одной простой причине. Очень много народу. А нам пристроить нужно начальные классы, там 3000 метров всего. И мы ходим и пытаемся доказать, что за советскую власть пытаемся кого-то убедить. А нам палки в колеса ставят. Если зона не была установлена, Роспотребнадзор никак не может ее отменить и брать географических материалов. Поэтому все вопросы к администрации, которые недоставили информацию о действующих объектах и операционных, самих предусмотренных внесла в городостроительную документацию ГПЗУ. Я старый, больной человек, я жил при коммунистах. Если бы мы с вами говорили 30 лет назад, вас бы уже лишили парк билета и разогнали бы всю вашу эту контору. Потому что, еще раз, это пристройка к школе. Дайте нам разрешение, мы все делаем, доделаем. Напишите. И мы все доделаем. Но, я понимаю, сейчас я позвоню в комитет градостроительства, прошу и письмо, и еще на всякий случай это делать, потому что одно другому не мешает. Если они милостивятся над детьми и скажут, да, мы сейчас вам дадим письмо, значит, мы вам его принесем до конца недели. Если нет, будем идти по этому, ну, скажем так, не очень... Хорошо, продадим сегодня же. Мы тут все сидим, у нас, скажем так, нас эта история уже достала просто по определению. Потому что три года мы не можем получить разрешение на пристройку к школе. И просто прислать нам номер объявления для того, чтобы проконтролировать. Хорошо. Спасибо большое за помощь. До свидания.